Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Дарья Сударева. Что произошло в Ульяновск области 25 ноября, расскажем далее. Смотрите сегодня в выпуске. Полупреду президента ПФО Игорю Комарова показали радиологический центр Димитровграде. Ульяновцы отправили очередную гуманитарную помощь на Донбасс. В Ульяновске завершился фестиваль «Студенческая осень» среди профессиональных образовательных организаций. Ульяновцам покажут символы советского государства на новой выставке. Второе повеличение город Ульяновск области посетил полномочный представитель президента ПФО Игорь Комаров. Вместе с губернатором они осмотрели строительство многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР. Новый реактор обеспечит атомную отрасль технологически современной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Осмотрели и центр медицинской радиологии. Подробнее в нашем материале. В Ульяновск области наращивают объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям страны. Яркий пример – Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде. Здесь применяются современные инновационные разработки и лечат по принципу единой комплексной мультидисциплинарной системы. С возможностями центра ознакомился полпредпрезидента ПФО Игорь Комаров. Речь о фиксирующих устройствах, масках и матрасах. Они подбираются индивидуально и изготавливаются прямо на месте. Генеральный директор центра Юрий Удалов рассказал гостям о первом этапе, который проходит каждый пациент предлучевой диагностики. Компьютерную томографию делают, чтобы определить размеры опухоли. Ежегодно более 20 тысяч проходит здесь обследование лечения. Из них полторы тысячи, только высокотехнологичная помощь по линии ФРМБА России отдельно выделяются квоты, в том числе на протонную терапию. Система протонной терапии – передовой метод лечения онкологии. В Димитровграде пациенты получают всю помощь в одном месте – от первой консультации до реабилитации после лечения. За прошедший год через радиологический центр прошли пациенты 76 субъектов страны, а также союзных государств. Игорь Комаров дал высокую оценку центру и помощи, которую может получить любой житель России в рамках государственных гарантий. Анна Тищенко, Уллправда ТВ Сила в единстве. Ульяновцы не бросают своих земляков и продолжают помогать современным защитникам Отечества, которые в эту минуту борются за честь страны. Именно он батальону «Симбирск» отправили 20 тонн гуманитарного груза, а региональный мотоклуб «Ночные волки» собрал помощь для товарищей байкеров. В тяжелые времена важно поддерживать своих близких и товарищей. Этому правилу беспрекословно следуют члены регионального мотоклуба «Ночные волки». Байкеры собрали гуманитарный груз для своих товарищей и отправили на Донбасс. Мы сегодня отправляем очнередную гуманитарную помощь, но я бы сказал, такая она знаковая. Она идет именно адресно в интернациональный отряд в пятнашку, где сейчас на боевом посту находятся наши «Ночные волки». В кузове автомобиля только самое необходимое. Термобелье, ночные бинокли, квадрокоптеры, продукты питания, аккумуляторы – все, как и заказывали товарищи. Не обошлось и без писем поддержки от ульяновских детей. Они достанутся случайным солдатам. Это письма наших детишек. У нас вот большая стопка. Это наши детишки из разных городов пишут пожелания нашим солдатам, которые сейчас находятся там. Видите, какой момент. Здесь же наше единение заключается в том, что все поколение, понимая ситуацию сегодняшнюю, пытается всеми силами поддержать наших солдат, чтобы все было хорошо. Правила у своих не бросаем. Сейчас придерживаются все неравнодушные. Именному батальону «Симбирск» собрали 20 тонн гуманитарной помощи. Груз отправился от городской думы. Ульяновские бойцы получат около 100 позиций помощи, в том числе 35 спальных мешков, которые были куплены благодаря сбору макулатуры учениками первой гимназии. В этот раз мы по заявке батальона «Симбирск» работали. Работали вместе с волонтерской группой «За Симбирск». Это семьи участников СВО. Конечно, депутаты городской думы сами вносили и оборудование, и средства, сочетались закупки. Помогали неравнодушные предприниматели. 10 районов Ульяновской области именные посылки для бойцов подготовили. И тоже это обязательно будет доставлено. Жены бойцов рассказывают, что гуманитарный груз приходит регулярно, а пожелания их мужей учитываются. Ребята оставляют свои пожелания, которые обязательно учитываются, обговариваются в группе, совещаются с женами. Кто-то покупает за свой счет, очень много помогает жителям города, помогает администрация, дума. Ну, помогаем всем миром. Сначала специальной военной операции регион собрал и отправил более 700 тонн гуманитарной помощи. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Уллправда ТВ. Образец для подражания. Федеральные эксперты оценили областную организацию отдыха и оздоровления детей. Выделили ее открытость и демократичность для родителей. Они, в свою очередь, вправе сами решать, где их ребенок проведет летние каникулы. На выбор 26 загородных, 385 школьных и 119 лагерей труда и отдыха. Какие нюансы стоят учесть в следующем году в материале Александра Никитиной. Ульяновская область признана лучшей в Приволжском федеральном округе по организации отдыха и оздоровлению детей. С этого начали профильный форум. Летняя кампания побила рекорд прошлого года. Она коснулась 50 тысяч ребятишек. Для них разработали тематические программы смен. Духовно-нравственные, социокультурные. Содержание каждой из них отметили на федеральном уровне. Мы ежегодно проводим региональный этап всероссийского конкурса. Лучшая программа организационных детей и оздоровления. И в этом году в региональном этапе приняли участие 102 программы. Это очень хорошая цифра. 16 были направлены на всероссийский этап. Отдельно отметили патриотическую программу. К слову, она взята за основу организации досуга в детском лагере «Юнармеец». Площадку открыли в этом году. В каждую из смен ребята оттачивают навыки военно-прикладных и тематических видов спорта. У нас идёт упор на патриотическое воспитание, приобщение детей к военной службе, к знанию своего отечества, государства, ну и, конечно, дисциплина. По информации профильного министерства, в этом году работало 532 организации отдыха и оздоровления для детей, включая загородные и школьные лагеря. Родители сами выбирали путёвки. Почти 50% затрат могли вернуть по областной программе. По словам экспертов, такая система образцовая для других регионов. Я точно могу сказать, что система отдыха и оздоровления в Ульянской области на сегодняшний день является наиболее открытой, наиболее демократичной для родителей. За всю проделанную работу лучшие областные специалисты получили благодарственные письма от профильного министерства. Александра Никитина и Герман Баранов. Управда. ТВ. Торговля сельскохозяйственной продукцией развернётся 26 ноября на проспекте Гая в железнодорожном районе Ульяновска. В этой связи с трёх ночи до трёх часов дня будет перекрыто движение машин на участке от пересечения с улицы Луначарского до пересечения с улицы Хрустальной. Объезд ярмарки будет осуществляться по улицам Амурской, Инзинской, Луначарского, Хрустальной, Локомотивной, Героев Свири и переулку Хрустальной. Свою продукцию предложат предприятия пищевой промышленности, местные фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. На ярмарке будет организована работа представителей социальной защиты и центра занятости населения, приёмных депутатов городского парламента, службы социальной тайси и волонтёров. На площади у Дома культуры Киндяковка желающие смогут задать интересующие вопросы сотрудникам службы занятости. Кроме того, гости ярмарки смогут воспользоваться услугами мобильного флюорографа. Постановки, танцы и песни, а вместе с этим и хорошее настроение. В Ульяновске прошёл фестиваль студенческой осени среди колледжей и техникумов. Из 24 команд в финал вышли всего шесть. На галоконцерте побывал Кирилл Савосин. В Ульяновске завершился региональный этап фестиваля студенческая осень среди профессиональных образовательных организаций. Владимир Ульянин учится в Димитровградском техническом колледже. В фестивале участвует уже четвёртый раз, каждый год в разных амплуа. В этот раз он выступил в роли хореографа и сценариста. Готовилась команда колледжа ускоренными темпами. В сжатые сроки подготовили реквизит, придумали танцы, написали сценарий, смонтировали видеоролики. Где главный герой перемещается по параллельным вселенным и изучает мир, познаёт для себя что-то новое и пытается исправить свою жизнь. Изначально он недотёпа, весь неопрятный, всё из рук валится. И постепенно по путешествиям по вселенным он исправляет свою жизнь, находит любовь, избавляется от вредных привычек и познаёт, что такое дружба. На сцене все участники показывали постановку длительностью до 25 минут. В неё входили и танцы, и песни, и небольшие сценки. Участников фестиваля приехали поддержать близкие, друзья и однокашники. Зрители светили фонариками и горланили кричалки. И тема этой студенческой осени была «Предел без предела». Совершенно разные постановки, но они очень чёткие, очень интересные, о проживании различных жизней. Как в науке себя ведут они, как они работают с какими-то научными опытами. Некоторые ребята даже показали сегодняшнюю ситуацию о том, как они проживают её и проносят через себя, которое сейчас есть у нас в нашей стране. Очень интересные и творческие номера были на сцене. В этом году впервые на всероссийском уровне прошла студенческая весна среди профессиональных образовательных организаций. Местом проведения был город Челябинск. Масштаб этого мероприятия показал – необходимо развивать данное направление. Я уверен и убеждён, что это мероприятие не зря появилось, поскольку такая, так скажем, категория молодёжи, которая обучается в профессионально-техническое образование получает, для них также необходимо и важно проводить творческие мероприятия, как и для студентов образовательных организаций высшего образования. Победителем регионального этапа стала команда из Димитровградского технического колледжа. Вторыми стали студенты Ульяновского авиационного колледжа – бронза у Ульяновского техникума железнодорожного транспорта. На всероссийский этап представлять Ульяновскую область уедут лучшие ребята из числа финалистов. Напомним, что на прошлом конкурсе наши участники привезли высшую награду – Гран-при. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда.ТВ Какими предметами быта пользовались советские граждане и что на них изображали, об этом вы сможете узнать на новой выставке в Музее пожарной охраны Симбирско-Ульяновска, посвященной столетию образования Союза Советских Социалистических Республик. Более подробно расскажет Ирина Антонова. Символы советского государства показали на выставке к звёздам символиков повседневности советской эпохи. Она открылась в Музее пожарной охраны Симбирско-Ульяновска. Серб и молот, красную звезду можно увидеть на вазах, чашках и других предметах быта. Уже не секрет, что через месяц исполняется 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. И у нас родилась такая идея показать не идеологию, не становление развития этого государства, конечно, великого, а показать именно обычные предметы, которые можно встретить в любом домашнем обиходе, на которых есть символика Советского Союза. В советское время чайный сервиз был чуть ли не главным украшением дома. Заварочный чайник, чашки, блюд составили в сервант под стекло. В фондах музея-заповедника Родина Ленина тоже хранится чайный сервиз, изготовленный к 50-летию СССР, а также отдельные пары и советский подстаканник с граненым стаканом. В соседней витрине все, что связано с Олимпиадой-80. Талисманом Московской Олимпиады стал Олимпийский Мишка, автор эмблемы, московский иллюстратор детских книг Виктор Чижиков. В годы Великой Отечественной войны он был эвакуирован в село Крестово-Городище Ульяновской области и учился в сельской школе три года по апрель 1944 года. В экспозиции есть и современная тарелка, выпущенная на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году. Но сделана она по эскизам художника Сергея Чихонина, который был художественным руководителем завода в первые годы советской власти. Одну витрину занимают платки. Казалось бы, обычный головной убор, который используется в повседневной жизни, но это головные уборы, на которых крейсер «Аврора», с которого все и началось, «Москва, Кремль, Олимпиада 1980 года». На третьем платке отражены все 15 советских республик с их гербами и по центру герб страны Советов. На открытие выставки пришли как школьники, так и бабушки. Конечно, подрастающее поколение практически ничего не знает о Советском Союзе. О нем могут рассказать только на уроке истории. Но их бабушки родились в СССР. Воспоминания на них буквально нахлынули. Мы каждый год отдыхали в пионерском лагере. Пионерская дружина. Мы маршировали, марши были. Мы выигрывали эти смотры пионерские. Макулатуру собирали. Помогали взрослым, пожилым. Особенно пожилым. Накануне открытия выставки фонда музея заповедника Родина Ленина пополнились плакатами. Среди них сотрудники музея обнаружили плакат «Вперед к звездам», который прикликался с названием выставки. Всего на выставке представлено 40 экспонатов из фондового собрания музея заповедника. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ. Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» приглашает ребят и их родителей на концерт приключения машинок «Музыкальный дрифт» 27 ноября. Зрители услышат забавную сказку, героями которой стали любимые машины. Историю о том, что произошло с четырехколесными героями, расскажет захватывающая музыкальная программа. Слушатели узнают, как и когда появились первые автомобили, кто изобрел бензиновый двигатель, какие гонки сейчас самые главные в мире и какие машины самые быстрые. В основе этой программы лежит музыка замечательного бельгийского композитора Марселя Питерса. Это сюита, пятичастная сюита, которая называется «Машины». Каждая часть нам рассказывает о определенной марке автомобилей. Там и Феррари, и Фольцваген, и Форд, все что угодно. Это замечательная музыка, где мы используем клаксон и все, что может быть подобно звуку и шуму автомобилей. Также добавили музыку современных композиторов. Концерт пройдет 27 ноября в Центре культуры «Патриот». КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Температура днем составит 0 градусов, ветер юго-восточный до 4 метров в секунду, давление 763 миллиметра артутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 23.00, а также на нашем сайте. До свидания! Добро пожаловать на наш канал!